Здравствуйте, меня зовут Александра Полоник. Я актриса и музыкант. Это вопрос подвох. Ох, это был спектакль, ох, какая это была роль. Зрителей мы как бы в него захватываем. Свои такие сети, полновые. Это игра с воображением, психологией, с другими мирами, с другими характерами. 10 рублей ищем. И стало, наверное, совершенно по-другому. Это грустная история, не еще. Ну, как бы нету черного и белого. Есть миллиарды оттенков. У меня тогда просто такая волна сразу. Ну, как же ты не понимаешь? Ну, это же так очевидно, это же так понятно. Почему, почему? Невозможно себе представить мир без музыки. Если бы ее не было, ее бы обязательно, кстати, рано или поздно придумал. Мне вот интересно, есть ли еще такое явление в мире, которое появится и окажется, что оно такое очевидное, а мы его не видели, потому что третий глаз не работал. Да. Чудесные семейные праздники. Мама была дедушкой Морозом с огромным мешком подарков. Я украшала всю квартиру серпантином и дождиком, и мешурой, капустки квашеные, пирожки очень вкусные пекла. Ларса фон Трейера «Рассекай волны». И я помню, и рыдала, и вот с такими глазами смотрела, для чего тебе такие переживания. Я тогда задумалась, а действительно, для чего? В жизни иногда бывает что-то очень болезненное, что ты не можешь, с чем ты ничего не можешь поделать, но что-то, что ты должен принять. Мне-то там было что-то пять лет, наверное. Этот фильм — это как пойти на свидание с молодым человеком, быть полностью уверен, что он какой-то француз, и в конце концов узнать, что он из Подольска. Воронка вокруг вас закручивается, закручивается, закручивается воронка из любви. Ну, это очень, конечно... Я бежала по коридору огромными скачками, неслась и готова была кричать на всю эту студию. Господи, как я счастлива! Осознанность. Внутренний стержень, выходить за границу собственного сознания, транслировать в этот мир личное и в то же время что-то, что делает этот мир лучше. Хочешь изменить мир — начни с себя. Все же мы рождаемся цветочками, белыми листочками. Я постоянно нахожусь в процессе развития. Стараюсь смотреть на этот мир с юмором. Хотя не знаю. Поэтому я очень люблю свои комедийные роли. Мне бы хотелось сняться во французском фильме. Посчастливилось участвовать в премьере с режиссером Борисом Павловичем и Олегом Нестером и группой «Мегаполис». Это очень красивый, очень нежный, тонкий спектакль. В стиле «Новой волны». Ложишься на подушку и думаешь, какая я счастливая. Любовь — для меня это что-то сверхважное. Если ее вдруг где-то нету, то происходят очень страшные вещи. Люди, которые меньше всего заслуживают любви, больше всего в ней нуждаются. Я бы спросила, а где там параллельные реальности или какие-то другие миры? Почему мы до сих пор с ними не в коннекте? Я помню там анекдот про воробья, который сказал «Чирик» почему-то. Приятно познакомиться? «Грани» собрались в одной роли, потому что я и танцую как перформер, и контемпер, и вообще разные виды танцев. Пою и играю на фону. Мне бы хотелось, чтобы появилась какая-то роль, которая все это выбрала бы в себя. Ахе-хе!